Андрей Антипин? А куда смотришь? Ксюк, почему-то смотрит на Щуки. Я хотела бы кто-то добавить в Щуки. Щукин главный редактор журнала, надо понравиться. Нет, я-то вот хотел право напомнить. В своей стране я словно иностранец, Сергей Есенин. А сказать хотел вот о чем. Вот девушки, может быть, зумбурно, но метко сказали вот о чем. Что сестра там не понимает русских слов. И гораздо лучше понимает какие-то другие вот эти слова современные. Я столкнулся с такой же проблемой вот в каком смысле. Я из деревни освоил, так сказать, развился вот в этой системе языковой деревенской речи. Я смею надеяться, что могу служить, так сказать, полнокровным представителем этой деревенской речи. Но с какой проблемой я столкнулся, когда стал писать? Многие читатели в основном, допустим, из столицы, они воспринимают мои тексты, написанные вот в русле этой русской прозы, как стилистику не было. Они не воспринимают это как дышащую языковую, даже не традицию, а вот норму, которая живет там до сих пор. Люди так говорят, они думают, вот это нечто архаичное, антибинное, который там под старую прозу, там что-то под Распутина, под каких-то там бабушек, дедушек, подумывают. В связи с этим, конечно, одно у меня есть рационализаторское предложение. Нужно, как мне кажется, детей вот не бояться отправлять бабушкам, дедушкам в деревню. Потому что сейчас пошла традиция на каникулы отправлять или ездить там на море. Хорошо, наверное, но бабушки, дедушки, я думаю, научат русскому языку еще потище наших писателей. А вот с молодыми мамами, с некоторыми, конечно, опасно уже становится оставлять детей. Вот об этом хотелось бы дать спасибо. Спасибо. Сейчас, одну секундочку, сначала. Вадим Иванов, Москва. Я хотел... Я хотел... Спасибо. Вадим Иванов, Москва. fast. Продолжение следует...